Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы вместе свяжем вот этот узор. Он очень просто в исполнении, поэтому тот, кто опытная вязалочка, ну, для вас это узор для медитации. Включайте видео все подряд на моем влоговом канале и наслаждайтесь отдыхом. Вяжете, расслабляйтесь и мои видео вам в помощь. Они, надеюсь, отвлекут вас от серых будней и плохих мыслей. Обязательно загляните на мой влоговый канал и оставайтесь там. А тот, кто начинающий, я тем более рекомендую попробовать этот узор, потому что после того, как вы освоите его, а это очень просто, поскольку здесь присутствует всего ничего, только два типа петель в самом узоре, вы почувствуете себя увереннее, однозначная уверенность. Это пол-дела для того, чтобы покорить следующие вязальные вершины. Ну что ж, я вяжу вот на такой нитке. Она средняя, очень хорошая нитка акриловая. И вот такие у меня спицы. Так, где номер, где он виден? Вот он здесь будет виден. Это 5 мм. Прошу обратить внимание на такие спицы. Они мне очень нравятся. Что-то я на них так подсела. Причем, вот их три размера, и они все выполнены вот в такой красивой форме. Это акриловые спицы. На них так удобно вязать. Ну, рука просто тянется. Кому интересно или кто хочет приобрести такие спицы, заходите в наш магазин. Два континента. Будем рады вам. Ну что ж, я сегодня с вами вяжу узор. Так, вот и вся схема. Ничего здесь сложного нет. Для того, чтобы получился этот узор, вам нужно набрать по крайней мере 8 петелек. Это рапорт. И по крайней мере 10 рядов провязать вверх. Я указываю лицевые ряды, которые указаны справа у меня. Они нечетные. И изнаночные, которые указаны слева. Сразу подскажу. Обратите внимание. Вот, например, первый и второй ряд. Одинаковые, одинаковые. Теперь смотрим третий и четвертый. Одинаковые, одинаковые. Короче говоря, все ряды вяжутся так. Мы смотрим по схеме лицевой ряд, а изнаночный вяжем так, как мы видим на спице. Видим изнаночную петельку у нас на подходе. Изнаночная петелька вяжем изнаночную. Видим лицевую лицевую. На данной схеме лицевые петли выглядят как квадратики с вертикальной черточкой. Изнаночные петли это пустые квадратики. По краям вот такие крестики. Это кромочные петли. Они не относятся к рисунку. Они относятся к изделию. То есть края образца я оформляю изнаночными петлями. Как вязать все петли правильно. Какие есть типы петель. Зайдите, пожалуйста, вот в этот плейлист у меня на канале. Вот здесь ссылка сверху. Тоже обратите внимание. Можете кликнуть и туда попадете. Плейлист, где я показываю различные условные обозначения. Как что-то новое у меня появляется в какой-то схеме, которую я показываю. Я сначала снимаю недостающие условные обозначения большим крупным планом, объясняя, что надо делать, что нет, чтобы это получилось. Итак, первый ряд. Первый ряд очень прост. По краям у нас кромочные. Это тоже есть в том плейлисте. Какие они бывают, как их вязать. Дальше. Три лицевых, изнаночные. Три лицевых, изнаночные. Это раппорт. И повторяем столько раз раппорт, сколько вам надо. Я здесь вяжу три раппорта. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочные. Три лицевых. Изнаночные. Три лицевых. Изнаночные. Если первую петельку закрыть, она относится к изделию, а изделия образец. Вот он, раппорт первого ряда. Итак, идем до конца. И заключительные. В конце ряда кромочные. Провязываю изнаночные. Переворачиваем. Изнаночная сторона. Второй ряд. Как мы с вами и говорили, мы вяжем так, как мы видим на спице. Кромочные. Дальше видим лицевая петля. Вяжем лицевая. Видим изнаночные. Вяжем изнаночные. Видно? Видим лицевая. Вяжем лицевую. Видим изнаночные. Вяжем изнаночные. И так до конца ряда. Заключительная петелька будет кромочная. Принцип вязания изнаночных рядов у всех, как вы поняли, один. То есть рисунок мы задаем по лицевому ряду. А изнаночный ряд мы смотрим, вот какую петельку встречаем. Встретили изнаночную. Вяжем изнаночную. Встретили лицевую. Провязываем ее лицевой. И в конце каждого ряда заключительная петля. Не рисунка, а образца. Изделие у нас образец. Кромочная. Так, третий ряд. Читаем. Рисунок состоит по краям. Кромочные. Две лицевых. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Две лицевых. Изнаночная. Итак, поехали. Кромочная. Две лицевых. Изнаночная. Две лицевые. Изнаночная. Две лицевых. Изнаночная. Первую петельку кромочную закрыли, чтобы она вас не смущала. Вот раппорт второго ряда. Идем до конца, затем кромочная. Четвертый ряд повторяет третий, поэтому не буду его даже вам показывать. Вот какую петлю вы видите перед собой, которую надо провязать, так и вяжете. Пятый ряд, читаем. Кромочная и раппорт. Лицевая-изнаночная, 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 лицевая-изнаночная. В конце всего изделия кромочная. Так и вяжем. Кромочная-лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная. Первую петельку кромочную закрыли, вот он раппорт пятого ряда. Вяжем до конца последние кромочные. Шестой ряд повторяет пятый, как я вам и говорила. То есть какую петлю перед собой видим, так и вяжем. До конца ряда заключительная, заключительная будет кромочная. Седьмой ряд, раппорт выглядит так. Две лицевых-изнаночная, лицевая-изнаночная, две лицевых-изнаночная. По краям изделия, а изделие у нас образец, конечно, кромочная. Так, кромочная, две лицевых-изнаночная, лицевая-изнаночная, две лицевых-изнаночная. Первую кромочную закроем, вот он раппорт седьмого ряда. И так до конца, заключительная петля в ряду, кромочная. Восьмой ряд, как и все изнаночные ряды, начинаются с кромочного. И дальше, не задумываясь, вяжем те петли, которые к нам пришли по рисунку. Лицевая пришла, вяжем лицевую. Изнаночная пришла, вяжем изнаночная. До конца ряда, заключительная петля, ряда кромочная. Читаем, девятый ряд, кромочные по краям изделия, раппорт создает три лицевых, изнаночные, так, кромочная, три лицевых, изнаночные, кромочную закрыли. Вот он раппорт, девятый ряд. Так и идем до конца, повторяем раппорт, заключительная петелька ряда, кромочная. Десятый ряд, как и все изнаночные ряды этого узора, вязать просто. Начинаются с кромочной, а затем мы провязываем петельку так, как мы видим. Видим лицевой, подошла петелька, вяжем лицевой. Видим изнаночную, провязываем изнаночную. Так вяжем до последней петельки, последнего раппорта, сколько бы вы ни набирали. И заключительная петелька ряда, кромочная. Ну вот, я связала два раппорта вверх. Вот так выглядит роскошно этот узор с лицевой стороны. Вот если его положить, видите, какой он рифленый, аккуратный. Прекрасно подойдет к мужским свитерам, например, мне кажется. А вот изнаночная сторона, она тоже по-своему интересная. Но мне нравится именно лицевая сторона за то, что она такая аккуратно рифленая. То есть рисунок очень аккуратный получается. Очень здорово. Вот смотрите, детский свитер таким узором. Мужской свитер. По-моему, это очень-очень красиво. Получается такой ненавязчивый, красивый узор. Одновременно он и непростой. Ромбики. И все вяжется двумя типами петель. Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, всем все ясно и понятно. Заходите в наш магазин Два континента. И спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok